Бомбоубежища в Балахне превратились из мест спасения в места, от которых нужно спасать местных жителей. Дело в том, что бомбоубежища находятся в подвалах жилых домов, и они оказались полностью затоплены. Там теперь болота и комары. Но при этом администрация Балахны опубликовала в местных СМИ список бомбоубежища, доступных в случае чрезвычайной ситуации, и включила туда все эти затопленные убежища, как будто они нормально функционируют. Этот список очень удивил местных жителей. Посмотрите, какой уровень... Вот такая глубина. Затоплена канализацией полностью, туда не спуститься. И при всем при этом наш подвал, подвал нашего дома является бомбоубежищем. На нашем местном сайте, Балахнинский портал называется, администрация предоставила список бомбоубежищ. И в этом списке числится наш дом, ну и соседние дома, хотя они тоже затоплены канализацией. Мы были очень сильно удивлены. И мы не понимаем, как мы можем при наличии какой-то угрозы, а сейчас это очень актуально, как мы можем спрятаться, если только по шею, канализацию. Комары просто не дают житья в этом году особенный. И запах. Вот у нас, пожалуйста, целый рой комаров. Вот такое безобразие в квартире. По два, по три фометокса включаем. Толку нет. Столько комаров у нас. Мы знаем, как спать, не знаем, как жить. В нашем доме уже жители продают квартиры. Жить невозможно. Здесь на первом этаже проживают дети-двойняшки. А у них такой кашель уже второй месяц идёт. И мама не знает, что делать. Но она уже сказала, мы выставили квартиру тоже на продажу. У нас здесь ситуация какая аварийная. С этим частично дворовые и частично магистральная канализационная линия находятся в нерабочем состоянии. Здесь заглубленная керамическая канализационная система. Мы с декабря, с января прошлого года уже начали иметь большие здесь проблемы с канализацией. Но ресурсно-обладающая организация отвечала, что это жители неправильно пользуются канализацией. Все проблемы отсюда. Мы качаем, мы просто не успеваем. Мы откачиваем. Так как колодцы не работают, всё это обратно в подвал стекает. Мы, в принципе, откачкой занимаемся, исполняем обязанности канализации центральной. Основная претензия сейчас у нас к Нижегородской областной коммунальной компании, потому что они не делают ремонт магистральной канализации. Хотя администрация мне отвечала, ну, также в соцсетях, что ремонт должен был начаться в августе, потом он должен был начаться 2 октября, а теперь же 15 октября. Сегодня у нас какой? 23 октября? Ремонта нет вообще. Проблема с бомбоубежищами в Балахнех, которые мы показали не только в том, что они затоплены, но и в том, что почему-то местные власти отчитываются о них как о пригодных к эксплуатации. Почему? Мы попытались выяснить. Затопленное бомбоубежище. Что вы собираетесь сделать и куда должны эвакуироваться люди в случае сочетания ситуации? Хорошо. Первое, что я хочу сказать, пока от руководства я не получу разрешение на вам дачу, вам интервью, я ничего не скажу. В случае опасности люди будут сидеть в фекалиях, потому что ваше бомбоубежище затоплено? От администрации проведена работа САО НОК и до 31 октября 2024 года будет заменена сети канализации. Серьезно говорю, что это НОК. И все сделают? НОК предоставил информацию, что до 31 числа они откачают данные подвальные помещения. До 31 октября в случае опасности что делать людям? У нас система оповещения населения находится в постоянной готовности. По информированному населению мы обеспечим информированному населению, куда кому идти. Там воды выше пояса. И это числится бомбоубежищем. Зачем администрация Балахнинского района публикует в открытом доступе информацию, что это является бомбоубежищем? В случае получения сигнала гражданской обороны, люди будут у нас укрываться в заглубленных помещениях. Это заглубленные помещения, подвалы жилых домов. Люди не могут там укрыться? Вы именно про эти два защитных сооружения, которые у нас по Свердлово. Я вам объяснил, что до 31 октября ООНОК проведет работы по замене канализационных сетей. Откачают воду до 31. Кстати, это интервью мы записали в конце прошлой недели. Сегодня, до окончания обещанной конструкции, канализационных систем осталось буквально пара дней. Как сообщили на местные жители, никаких работ в их домах так и не проводилось. Продолжение следует...